Первый ребёнок Анжелины Джоли и Брэда Питта. ЛГБТ икона. Копия своих родителей. Кто такая Шайло Джоли Питт? Давайте разбираться прямо сейчас. У экс-супругов Анжелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. Трое приёмных. 20-летний Мэддокс, 17-летний Макс Тиэн и 16-летняя Захара. И трое биологических. 13-летние близнецы Нокс и Вивьен и 15-летняя Шайло. Поскольку Шайло была первым биологическим ребёнком пары, СМИ пристально следили за ней с момента объявления о беременности актрисы. Из-за этого Джоли пришлось рожать вдали от обезумевшей толпы. В Намибии, где официальными властями были предприняты беспрецедентные меры по её безопасности. Понимая ажиотаж вокруг события, Бранжелина, так тогда фанаты назвали Союз Брэда и Анжелины, продала фотографии на вождённого первым со журналом People и Hello за 10 миллионов, которые перевели на благотворительность. Снимки Шайло вошли в мировую историю, как самые дорогие снимки знаменитости. А спустя два месяца девочка, сама того не понимая, установила ещё один рекорд. Став самым юным человеком, когда-либо увековеченным в музее восковых фигур Мадам Тюссо. В нулевые Эджели и Пит давали прессе много поводов для обсуждения их личной жизни. В интервью Опре Уинфри в 2008 году актёр обмолвился, что Шайло, которой тогда было всего два года, не признаёт своё имя. Она хочет, чтобы её назвали Джоном. Джоном или Питером. Спустя два года Джоли рассказала, что дочери привычнее не только мужское имя, но и мужская одежда. Ей нравятся спортивные костюмы. Обычные костюмы с галстуком, пиджаком и брюками. Она хочет быть мальчиком, поэтому нам даже пришлось подстричь ей волосы. Ей нравится носить всё, что носят мальчики. Она думает, что она одна из братьев, объяснила актриса в разговоре с изданием Венниси Фейр. Стиль малышки она описала как черногорский, определение которого не даёт ни один словарь. Но с учётом контекста, синонимичным для него будет термин «томбой», что в переводе с английского «пацанка». Слова матери подтверждали выходы дочери. В 2010 году журналисты сфотографировали её в красном мундире, в 2014 году в худи ACDC, а в 2018 в брюках «карго». Вроде бы ничего необычного для современной девочки, но тогда у Муди ещё действовали правила гендерного разделения. На красных дорожках, на которых Шайло иногда сопровождала родителей, она появлялась в строгих костюмах с галстуками или объёмных шелковатых бомберах в стиле мужского Диор. Сходство с мальчиком также подчёркивали короткие волосы, убранные назад с помощью геля. Впрочем, одной лишь внешностью дело не ограничилось. Писали, что девочка задумала гендерный переход и даже начала приём гормональных таблеток. Джоли и Пит перестали комментировать решение дочери. В колонке для Time в 2019 году актриса писала, что в целом согласовываясь с детьми всё, что выносится в публичное поле, поскольку уважает их конфиденциальность. Но если судить по образам ребёнка, они поддерживали его. Такая поддержка Баранжелины и свобода воли изъявления Шайла настолько восхитили фанатов, что ЛГБТ-сообщество сделало девочку своей иконой. Те же факторы, вероятно, привели к тому, что Шайла передумала становиться Джоном. В январе папарацци впервые застали её с длинными волосами, собранными в хвост, проколотыми ушами и в коротких джинсовых шортах. На премьере фильма «Вечных» в Лос-Анджелесе, Риме и Лондоне девочка и вовсе пришла с лёгкими макияжами в платьях. Причём два из них, деконструированные бежевые на бретельках и чёрно-белые от Диор, были перешиты с маминых старых нарядов. Что интересно, небиологическая дочь Захара также надела на кинопросмотр платья Анжелина с церемонии Оскар в 2014 году. Это дало ещё один повод восхититься демократичностью актрисы. Джоли и Пит также не выбирают за дочь род занятий, лишь показывая ей все доступные варианты. В возрасте двух лет Шайла появилась в фильме «Загадочная история» Бенджамина Баттона, в котором играл отец. Она персонаж Джулии Ормонд в младенчестве, а в 2016 году вместе с Паксом Тианом и Ноксом участвовала в озвучке мультфильма «Кунг-фу Панда 3», в которой мать подарила голос мастеру-тигрице. Шайла достался персонаж по имени Шуай Шуай. Кроме того, дочь вдохновила Джоли на продюсирование фильма по роману Кэтрин Эпплгейт «Айван. Единственный и неповторимый». Много лет назад Шайла рассказала мне, что прочитала книгу, и попросила меня тоже её прочитать. Я сделала это, а потом мы обсудили, почему она её так полюбила. Мне захотелось узнать, была ли книга экранизирована. Я обнаружила, что это есть в планах, рассказала актриса. В 2021 году Айван, единственный и неповторимый, получил номинацию на Оскар и Бафта. Говорить о том, что Шайла пойдёт по стопам Джоли с таким же энтузиазмом, с которым теперь носит её платье, рано. Сейчас главная задача актрисы – минимизировать переживания детей, связанные с разводом. Источник, близкий к экс-супругам, рассказал, что Шайла, Захара, Пакстен, Нокси и Вивьен живут с Анжелиной. Старший сын Мэдокс учится в Сеуле. Они не отстают от школьных занятий, практикуют языки, играют на музыкальных инструментах, настольные игры и помогают матери готовить ужин. А на этом всё. Что думаете, пишите в комментариях, поделитесь этим роликом с друзьями и близкими, поддержите подпиской, поставьте лайк. Также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Пока!